Все виновные понесут наказание. Следователи завершили расследование дела о пожаре в квест-клубе Махачкалы. Сотрудников медиахолдинга «Наследие» удостоили медалями. Награждение проходило в рамках празднования юбилея Дагестанского регионального отделения Союза журналистов России. Мечеть – место для молитвы, а не для протестов. Имамна Малыгина опроверг слухи о якобы мирной акции протеста, которую планируют провести в культовом сооружении. Двое футболистов Махачкалинского «Динамо» вызваны в сборную России. Они сыграют в товарищеских матчах против национальных команд «Брунея» и «Сирии». Два серьезных ДТП привели к смертям и травмам на дорогах республики. В Левашинском районе водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось. От полученных травм водителя и его пассажир скончались на месте. Также в Бутлихском районе автомобиль сорвался с обрыва высотой 10 метров. Водитель утратил контроль за рулем и улетел в утес. Пострадали пять человек. Все они с различными травмами были доставлены в больницу селения Бутлих. Несчастный случай произошел в Махачкале. На участке железнодорожного перегона девушку сбил грузовой поезд, когда она переходила дорогу. По предварительным данным, пострадавшая была в наушниках. Ее доставили в больницу с телесными повреждениями. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь. Пациентка ударилась об поезд и получила сочетанную травму. Черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Перелом сода и основания черепа справа, острая субдуральная гематома правого полушария головного мозга. Перелом правой ключицы, перелом костей праза без смещения. У нас сегодня состояние пациентки относительно стабильное. Пациентка в динамике не ухудшилась, сознание экстубировано. Грубых неврологических нарушений нет. Лечится в одни нерве анимации. Планируем дальнейшее лечение и пациенту перевод по согласованию к травматологам по поводу перелома правой ключицы. Вероятно, будет показывать хирургическое лечение. Перелом со смещением. Это не первый подобный случай в Дагестане. Месяцем ранее в посёлке Маметкала жичина попала под электричку, которая следовала по маршруту Махачкала-Дербент. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ей было 59 лет. Транспортная полиция неоднократно призывает местных жителей соблюдать правила безопасности на дорогах. Следователи завершили расследование дела о пожаре в квест-клубе в Махачкале. Среди обвиняемых владелец комнаты и два аниматора. Им предъявлено окончательное обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что стало причиной смерти двух человек. Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Напомним, что трагедия произошла 22 июля. Аниматоры использовали в ходе игрового сеанса легковоспламеняющуюся жидкость, что привело к пожару, который унес жизни двух молодых девушек. По уголовному делу проведены пожарно-технические, судебно-медицинские и технические экспертизы. Допрошены свидетели. Двум аниматорам и владельцу помещения предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время уголовное дело планируется направить прокурору для утверждения обвинительного заключения. Сотрудников медиахолдинга «Наследие» наградили медалями. Накануне состоялось празднование 65-летия Дагестанского регионального отделения Союза журналистов России. В мероприятии принимали участие представители власти и всех ведущих республиканских СМИ, в том числе сотрудники канала ННТ и радио «Ватан». В ходе выступлений было рассказано о деятельности регионального отделения, о его проектах и задачах на будущее. 65 лет – это не такой уж большой возраст для отделения. Но за это время мы реально прошли очень славный путь. У нас есть много, о чем можно говорить. Были и проблемные моменты. Но благодаря профессионализму дагестанских журналистов все это мы преодолели. И сегодня наши журналисты являются одними из лучших в стране. В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся журналистов. Медалью «Честь, достоинство, профессионализм» удостоен главный редактор радиостанции «Ватан» Джалал Гусейнов. Напомним, что «Ватан» уже 17 лет радует своих слушателей полезной информацией. Справедливости ради надо сказать, что, конечно, это хоть и как-то персонализировано все, но это не моя заслуга, а заслуга всей команды радиостанции «Ватан». То, что наша работа вот так отмечена была, в общем-то, да, этой наградой. Уже на протяжении 17 лет, в общем-то, мы на благо нашего родного Дагестана трудимся. И этот труд, как бы, в итоге оказался вознагражден. Удостоился почетной награды и главный редактор на основном отделе телеканала ННТ Хамзанур Магомедов. Ему была вручена медаль от Союза журналистов России за помощь людям. Символичным является то, что в каждом выпуске новостей мы всегда стараемся доносить до людей не просто достоверную, а еще и полезную информацию. Помогать людям – одна из наших главных задач, отметил Нур Магомедов. Приятно то, что нашу работу оценивают на таком уровне. И эта награда, она, конечно, в первую очередь награда всего нашего коллектива, потому что без командной работы, конечно, не достичь каких-то результатов на таком уровне. И если мы говорим о самой награде, это медаль за помощь людям. И хотелось бы отметить, что цель учредителя телеканала «Муфтия Дагестана» шейха Ахмада Ахмадии как раз таки является – помощь людям. Напомню, что Дагестанское отделение Союза журналистов было создано в 1959 году. Целью создания творческого объединения являлась поддержка журналистов в идейном и творческом росте, а также в совершенствовании их профессионального мастерства. Абдулла Алиев, Магомед Сагетилов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Редкий диагноз и вовремя оказанная помощь спасли жизнь пациентки из Хасаюрта. Врачи клинической больницы имени Вишневского помогли Заираты Саевой. Боли в ногах беспокоили её уже давно. Но вскоре женщина перестала чувствовать конечности. Беспокоила я, ходить не могла. Приехала в гости дочки, и тут дочь сильно заболела. Боли тоже не поможала. Бои сглазить. В больницу она поступила с тромбозом – закупоркой крупных сосудов. Команда врачей срочно приступила к операции. Они удалили ей тромбы, восстановили кровоток, тем самым спасли пациентку. По статистике, 90% пациентов с таким диагнозом погибают по всему миру. Но мы взяли пациентку на операционный стол двумя сопутствующими доступами по бедренным артериям. Нам удалось удалить тромбы из бедренных артерий, подочных артерий и аорты, восстановить магистральный кровоток и спасти пациентку. Пациентка на своих ногах с улыбкой о лице здоровая выписалась. Сейчас Заират чувствует себя хорошо и уже вернулась домой к своим близким. На юге республики начнут выпускать около 150 миллионов штук стеклотары в год. Цех возводится на базе завода «Дагестан Стеклотара», который находится в дагестанских огнях. Такое производство обеспечит дагестанских и российских производителей качественной тарой для напитков, лекарств и парфюмерии, сообщает администрация главы республики. У нас же в нашу тару закатывалось, и чтобы мы не тратили средства, деньги на закупку стеклотары в других регионах, чтобы деньги, которые производители тратят на стеклотары, оставались у нас в дагестане. И помогали развивать наше производство. Объект начали строить в августе. Сейчас здесь возведено несколько этажей. На этой территории также возводится специальное помещение для промышленного туризма. Полностью завершить работы планируют до конца года. Мечеть – место для молитвы, а не для протестов. Имам мечети на Малыгина в Махачкале Юнус Исрапилов опроверг слухи о распространенной в сети информации о якобы мирной акции протеста. В фейковом сообщении говорилось о поддержке в культовом сооружении одного из общественников. Имам призвал не верить недостоверной информации. Уважаемые братья, я получил от некоторых людей информацию и сам нашел в интернете сообщение о том, что приглашают на митинг 15 ноября. Это получается пятничный день в мечети Малыгина. Уважаемые братья, как имам, я заявляю, что мы к этому не причастны и не объявляли о таком мероприятии. Хочу вас предупредить, что на Малыгина не будет никакой митинг, о которой говорится в интернете. И мы с вами этого не допустим. Не счастливо. Был заигран в составе команды. Если без шуток, то первый раз более волнительный, потому что и тогда более сумбур был, и я не ожидал, что меня вызовут вообще, что я поеду. В течение обстоятельств вызвали, а потом остальные два раза был готов и уверен, что должны вызвать. А неожиданно было для вас, что вашего коллега по команде вратаря Волка вызовут? Да нет, почему? Он хорошо себя показывает в чемпионате, поэтому его вызов это, как сказать, не удивление. Он достойный этого был. Субтитры создавал DimaTorzok